Робот, 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 порадуй нас! Мир робототехники захватил школьников Бугучанского района. 11 команд из объединений Центра дополнительного образования детей встретились на соревнованиях «Роботобитва», чтобы сразиться за звание «Лучший робототехник». Вы – наше будущее. Вы обладаете уже универсальными умениями и знаниями. И мы очень гордимся также, что есть сегодня люди, которые готовы поддержать ваше начинание, для которых вы являетесь важной молодежью, которая уже в этом возрасте умеет делать вот такие вот замечательные, достойные успехи. Честно говоря, приятного удержанного количества команд, выставленных в Бугучанском районе. На самом деле, ну, круто, что столько интересующихся молодых ребят, которые этим делом увлекаются. Всем желаю успеха! Победите дальнейший! Ребята Бугучанского района проявляют огромный интерес к научно-техническому творчеству и уже сегодня развивают свои конструкторские навыки, чтобы в дальнейшем стать инженерами и изобретателями. Мы много раз его пересобирали и искали более такой выгодный вариант. Это получился такой, хоть и не скоростной робот, но зато как бы очень стабильный и не шатается, хорошо поворачивает. Этот робот – он, в общем, футболист. Мы его сделали для конкурса футбола. Он типа как футболиста делает, только он, наверное, вратарь. Он вратарь? Наверное. А у него есть имя? Да. Как ты его назвал? Сейчас посмотрим. Коля. Ребята соревновались в трех турах – робофутбол, шагающий робот и боулинг. В каждом из состязаний команды зарабатывали определенные баллы. Для каждого конкурса юные робототехники собирали нужного робота, который мог бы выбивать страйк, быстро ходить или хорошо играть в футбол. На старт. Внимание. Поехали. В соревновании робофутбол победителем стала команда Богучанской школы номер 2, руководитель Владимир Тауснев. В соревновании шагающий робот победила команда Богучанской школы номер 4, руководитель Александр Разумов. А в соревновании боулинг лучшей стала команда Богучанской школы номер 1, руководитель Михаил Скрипкин. Специальный приз от компании «Краслис Инвест» получили ребята из Хребтовской школы. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Богучаны.